Здравствуйте, дорогие соотечественники! Один мудрец в Китае, а другой мудрец в Индии, а другой мудрец на Западе. Один мудрец в Китае, живший приблизительно в одни и те же времена, каждый из них сказал приблизительно такое, что для того, чтобы увидеть океан, достаточно одной капли, потому что в капле воды отражается весь океан. Для того, чтобы понять, что происходит в мире, иногда достаточно понять, что происходит где-то в небольшой стране, где-то в небольшом определенном отведенном ее месте. Я имею в виду обыкновенный базар. Что происходит на обыкновенном базаре? Там, где власть захватывает какая-либо мафиозная группировка. И бандийская, попроще говоря. Значит, сразу на этом базаре появляются те, кому доступ продавать там запрещен. Ну и эти торговки, или торгаши, или бедолаги, которые что-то вырастили, все начинают концентрироваться за стенами базара. Вот. Их время от времени шмонает, как говорят в народе, полиция. Выгоняют, они приходят снова и так далее. Но что происходит на самом базаре? А на самом базаре происходят еще более удивительные вещи. Значит, вот эта группа есть как бы приближенной к боссу. Значит, соответственно, у них есть какие-то приоритеты, а не фавориты. На всяком базаре есть пари, которые где-то торгуют, бог знает где, на задних рядах. Дрожат, боятся от побора и тому подобное. Дальше ходят такие крепенькие, здоровенькие ребятишки и время от времени трясут всех этих владельцев своих, так сказать, столов или там бутиков и так далее. То есть, обыкновенный, нормальный базар с обыкновенной бандитской логикой. И это все называется свободным рынком. Когда мы переведем с этой капельки малюхтенький взгляд на весь мировой океан, мировое пространство, мы вдруг с удивлением обнаруживаем совершенно то же самое. Значит, где-то есть какой-то крепкий дядя, значит, вокруг него группировочка. Значит, они начинают кого-то санкционировать, кого-то выгонять с рынка, кому-то разрешать торговать, кому-то нет, кому-то сбивать цены, кого-то избивать и так далее. Кто-то вокруг этого международного рынка пристроился и пытается там какую-то свою долю. То есть, мы видим удивительное сходство. И когда кто-то говорит, что «А при чем здесь геополитика, при чем все эти мировые?» А дело в том, что поведение на этом маленьком базарчике ничем не отличается от поведения на большом геополитическом рынке. Рынок, как мы знаем, и финансовый, и экономический, и политический. И как в капле воды все это отражается, отражается в мировой океан, так это все происходит и у нас в Молдове. Итак, год завершается. Постепенно становится ясным, что произошло в этом году. И к нам пришел в гости Валерий Демидецкий, и он нам хочет рассказать, до чего наконец дошли мудрецы из Блумберга. Что они наконец осознали. Потому что Блумберг, ну, суперагентство, суперрейтинги устанавливает и так далее. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Товарищи, расскажи-ка нам, что там Блумберг, эти мудрецы, я не знаю, там два года уже всем было ясно, вот, и сейчас они наконец вынесли свой высоконаучный и высокомудрый вердикт. Ну, Блумберг, это, конечно, очень серьезное агентство, это лидер, так сказать, американский, один из лидеров американских СМИ. Вот, но я хотел бы начать несколько с другого. Ты знаешь, вот я как журналист, нас всегда... Ну, ты нам все-таки расскажешь, Блумберг. Конечно, конечно, безусловно. Это у тебя отведение. Но я хочу несколько подвести. Как я вожу длину, так и ты. Да, несколько подвести. Дело в том, что я как журналист, нас всегда учили очень критично относиться к фактам, да, вот, как-то перепроверять их, смотреть. Почему? Потому что очень легко можно попасть под суд. Вот, я могу похвастаться за всю свою журналистскую деятельность. Бывали у меня разные истории, бывали разные проколы, бывали ошибки, как у любого человека. Но, слава Богу, до суда я ни разу не дошел, да. Но это благодаря тому, что всегда в Настас учили. И, прежде чем нажать кнопку или нажать курок, еще раз прочитай, еще раз посмотри, еще раз подумай. Хотя время очень сжато, да. Вот, поэтому всегда мы, когда вот что-то читаем, в отличие от простого обывателя или телезрителя, мы, конечно же, как-то критически относимся ко всему, да. И вот меня всегда поражала одна вещь. Все наше гражданское общество, уже много лет, еще со времен знаменитого Фукуямы, да, который сказал, что история остановилась. Конец истории. Да, конец истории американская. Будет теперь империя доминировать. Все должны ей служиться. Помнишь, как этот вечный рай будет? Вечный рай и так далее, и так далее. И вечный рейх. Да, и ты, как историк, да, наверное, услышав это, ухмыльнулся, потому что сказал, слушай, господин Фукуяма, если ты хочешь увидеть будущее, загляни в прошлое. Сколько уже историй бывало от Македонского, Римской империи и так далее, Чингисхана и так далее. И все империи рано или поздно распадались, и все в этой жизни менялось, потому что жизнь такова. Она кечет, она меняется. Поэтому у меня всякий раз, когда нам наше гражданское общество, так называемое, уже 20 или 30 лет трубит, что нет в мире больше силы, чем сильнейшая, могучая, самая умная, передовая, свободолюбивая, просвещенная Америка, да. Я вдруг потом смотрю, что вспоминаю лозунг, с которым Трамп шел на выборы. Помнишь его, да? Да. Сделаем Америку снова великой. Причем слово «again» «великая» было главным, центральным понятием. Сделаем великой. А она что, не великая? Подождите, я всегда верю первоисточнику. Почему я должен не верить Трампу, что она невеликая, а должен верить людям, которых финансирует Трамп, которые обслуживают его пропагандистские интересы, да? И которых он в свою очередь обслуживает. И вот мы подошли к Блумбергу, да, я читаю на днях буквально вот статью в Блумберге, где написано, что американский век закончился. Это сказал Блумберг? Это не сказал ни Киселев, ни Россия сегодня. Я не хочу... Не Сатановский. Да, да. Никто. Не я шакетный. Да, да. А ты сказал Блумберг, да? Он всего лишь повторил, что говорили эти люди, о которых мы говорили, да? Мы, конечно, можем, как наши, те, кто противостоят этим людям по другую сторону пропагандистской баррикады. Нормально, пропаганда есть и в России, пропаганда есть и в Европе, пропаганда есть в Америке. Это нормально, любое государство защищает свои интересы пропагандой. Но если бы эти люди заглянули бы, как действительно... А ты действительно очень хорошо начал передачу с истории про рынки. Про базарчик. Про базарчик. Почему? Потому что дела на базарчике очень понятны и доступны любому человеку, да? Он идет, приценивается и выясняется, что, кажется, на том базарчике можешь что-то дешевле купить. А уже на этот базарчик приходишь и находишь человека, который там купил, а здесь теперь продает. А от реки уже там рассчитывается с полицией и так далее. Нанимается полицией, то есть силовые структуры. И везде базарчик. И везде базарчик. И этот базарчик, он всегда всю жизнь существовал. Давай вспомним знаменитую встречу, которую вот нигде ни в каких учебниках не описывают, ты знаешь. А это была великая встреча в Норфолке, когда встретился Рузвельт с Черчиллем, да? И Черчилль его умолял, чуть ли не на коленях, что если вы, американцы, не будете снабжать нас, не будете посылать... Немцы нас задавят. Гитлер нас просто задавит, да? Потому что силы не равны, и он нас задавит. Да, мы отбили первые авиационные атаки, но это только, так сказать, выиграли одну битву, но не войну. И тогда ему Рузвельт сказал очень простую вещь. Да, мы вам поможем, но только с одним условием. Британская империя и остальные империи европейские мешают нам, американцу, развиваться. Потому что вы нас не пускаете на своих рынках. На свои базарчики. Да, на свои базарчики. Ваши банкиры захватили все финансовые ресурсы. Вы нас не пускаете в колонии. А, надо сказать, что Британская империя контрактнила четверть мира колонии, да? И расстреливала, и убивала, и эксплуатировала, и выкачивала. Именно на этом зиждется европейское богатство. Хорошо, у него был козырь в этом, как говорил Михаил Федорович Мынник. Да. Права народов на самоопределение нации. Он сказал, да. И права человека. Нет, красиво звучало, но это означало снятие торговых барьеров и конец Британской империи. Не случайно, когда сын Рузвельта, который присутствовал при этой встрече, он потом описывал, что при этих словах Черчилль побагровел, и казалось, что его тут же хватит удар. Но пришлось подписать, что означало конец Британской империи. А потом и французской, и испанской, и португальской. Поэтому мы говорим, что всем империям разными, и поздно приходит конец, с ним на смену приходят другие или не приходят. Все в жизни течет, все меняется. Вот, наконец, и Блумберг тоже констатировал. И Кардж тоже еще раз сказал Блумберг. Блумберг сказал, что конец вот этого доминирования, на которое все так надеялись, конец эпохи Фукуяма. Самое авторитетное американское агентство заявило, что доминации Америки пришел конец. Виктор, я даже не за это говорю. Давай посмотрим, что говорят европейские лидеры. Что говорит Меркель, что говорит Макрон. Что заявили сейчас в Аргентине лидеры Китая и Италии, и Индии. А это вообще потрясающе, покруче Блумберга. Зачем мы будем ссылаться на Блумбу? Там все-таки журналисты, они могли ошибиться. Но тут лидеры государств говорят о том, что они не согласны. Давай перечислить, что они говорят. И господин Трамп молодец тоже говорит. Со сколько мы их можем защищать? Они должны платить за оборону, да? А эти возражают. За какую оборону, черт возьми? То, что вы создали самый мощный военно-промышленный комплекс и самую огромную, самую мощную армию, еще ничего не говорит. Почему? Потому что эта машина военная дала сбой на Ближнем Востоке, в Афганистане, сначала в Афганистане, потом в Ираке, потом в Ливии, потом в Сирии и везде. Почему это случилось? А потому что очень просто. Вы можете... Потому что сначала началась боять финансовая система и миропорядок. Да, и миропорядок. Вы можете тратить сумасшедшие бюджеты на оборону, да? Но это вам не обеспечит военного превосходства. Не обеспечит сколько угодно зеленых этих штучек. Да, и решение финансового вопроса по своей простой причине. Я привезу обыкновенный нормальный пример. Вы можете создать великолепный танк стоимостью десятки миллионов долларов. И обыкновенная партизанская мина, копеечная, его уничтожит. Понимаете? Очень просто все, да? Вот на Ближнем Востоке афганцы, иракцы, и игиловцы, все показали, что какие-то там ребята обкуренные на джипах с какими-то этим самыми, они могут, так сказать, противостоять этой машине. И война ни в Анистане, ни в Ираке, ни в Ливии, ни в Сирии нигде до сих пор не закончена. И выясняется, что, оказывается, американцы не умеют устанавливать мировой миропорядок. То есть туда, куда не приходит, не наступает... Помнишь, роль мирового жандарма в идеологии, в финансах, в торговле, в экономике вообще взятой, и главное, в установлении этого миропорядка оказалось, что с этой ролью Америка не справилась. Поэтому даже до Блумберга это, наконец, дошло. Да, ну и, конечно, европейских лидеров. Печально. А почему печально, я скажу. Потому что обычно только у молдаван есть поговорка «Скимбаря домнилор, букурия не бунилор». То есть, когда меняются цари, доминаторы, радости мало. Почему? Потому что тут же начинается турбулентность. И вот эта турбулентность меня очень настораживает. То есть, радоваться... Особенно для нашей маленькой страны... Радоваться нечего. Нет, нет, я ни в коем случае не радовался. Я никогда не радовался вот таким вещам, и объясню сейчас почему. Почему радоваться нечему. И люди как никогда должны быть бдительны. И шефы государств должны быть как никогда ответственными перед людьми. Особенно для маленьких, как наши. Да. И вот давай мы теперь сейчас посмотрим такую вещь. Вот два события, вот лично меня потрясли в 18-м году. То, что одним прекрасным летним утром мы чуть ли не проснулись на граде термоядерной катастрофы. В Сирии помнишь события? Многие даже как-то не заметили. Им показалось это. Это спасибо военным России и военным Америке. Как ни странно, эти люди оказались мудрыми, потому что они военные, они знают, что такое война. Они знают, как с одной спички начинают взрываться в чертой матери все склады. И второе, это вот то, что ты упомянул вот сейчас, что в Аргентине, в стране прекрасного танго, три лидера, три великие, нарождающиеся из пепла истории, кстати, державы, Россия, Индия и Китай, впервые совместно сказали, господин Трамп, пора соблюдать правила игры, которые вы нам же и навязали, имея в виду ВТО и все прочее. Вот это для меня было событием. Они там рассорились, вот Китай, Индия, Россия. Ну, вместе дружно. Они рассорились из-за ситуации в Азовском море. Ну, это... А, ты... Ситуация в Азовском море. Ну, конечно, да. Обратим внимание, что, кстати, вот ситуация в Азовском море именно позволила этим ребятам-демократам, из штатов я имею в виду, там свои демократы. В каждой стране есть свои демократы. В каждой стране есть противоборщие политические силы. Они вот настолько там запугали прокуратуру и всеми делами, что для него вот этот подарок в Азовском море это был повод формально не встретиться с Путиным. Ну, да, да. И тем не менее, они как бы... Но в этом... Тем не менее, они встретились, подмигнули друг другу и сказали, ну, что, встретимся в следующий раз. Пообщались без камер. Да, пообщались без камер. Но вот то, что заявили вот эти три державы вместе, впервые, впервые, что я видел вот за последнее время, чтобы Россия, Инди, Китай, вместе, дружно, синхронно сказали, что пора наводить порядок в мировом порядке, это... Это не означает, что у них западают интересы. И это означает только одно. Их интерес в чем-то одном совпал. Валера, тут это означает другое. Рушится старый миропорядок. Большое это означает. А он давно разрушен. Просто у нас... Просто Бломберг только сейчас понял. У нас, понимаешь, у нас немножко вот есть такая особенность в Молдавии. Я вот здесь долго описываю ситуацию политическую. И я заметил, и экономическую, и социальную, я заметил одну такую особенность. До нас как-то вот очень все с мира немножко доходится по зданию. Уже отгремела МММ в Москве, да. Там же арестовали... То есть Божий Блобберг. Арестовали Мавроди, да. Ты хочешь сказать Божий Блобберг? Уже сгорел коритос в Румынии, да. И там уже начали сажать людей, которые организовали... И у нас организовывается проченд в Кишиневе. И вот встречаю я на улице заместителя прокурора, и он говорит, как же вам, журналистам, не стыдно. Вот ваши коллеги пишут, а это же вот... А я говорю, ну подождите, так вы арестуйте их, а как мы можем арестовать, когда общественность несет и так далее. И я взял сдуру, написал об этом, что, вот, знает, дошло и до нас, да, вот. Что именно ты написал? Да, ну я написал, что вот это финансовая пирамида, это обман, что не бывает денег из воздуха и ниоткуда, что деньги, вложенные в мыль, в воздушный, финансовый пузырь, финансовым пузырем, и окажутся, да. То есть не бывает. То есть написал дельные простые вещи? Да, и потом я два или три дня не появлялся в офисе, потому что в офисе атаковали пенсионеры, которые говорили, как же так, Валерий Евгеньевич, как же вам не стыдно, да, государство нас бросило на произвел судьбы, добрые люди решили нам, как бы, помочь. Помочь. А вы, а вы это самое, как бы, вы им помешали, вы им мешаете, вы зверь, вы негодяй, вы такой-сякой. Я прятался от них, честное слово говоря. Перенаправлял их к своим коллегам, которые... Правда опасно, говорили. Это самое смешное, да. Но самое интересное, что прошло несколько месяцев, и ко мне заявилась та же группа пенсионеров, говорит, вы не хотите написать про нас, про общество обманутых вкладчиков. То есть как бы... Проснулись. Да, проснулись, да. Поэтому я говорю, что вот у нас как-то так устроено, что мы немножко просыпаемся. Вот в мире уже идут эти процессы, да. А до нас еще не нашли. Наше еще гражданское общество говорит, все нормально, как в 90-е годы. Тесса, Европа. Да, все в Европу. Уже давно сказали, что никого не принимают. А мы все выясняем наше место в очереди. И Европа давно уже не та, о которой они мечтали. Да, да, да. Несколько меняется ситуация в жизни. Дай бог, чтобы это понимали наши политики. Но наше, как бы, вот наше так называемое гражданское общество, оно, по-моему, идет еще по той инерции с этим паровозом, да, на эту партизанскую мину. Вот, вот, просто, да, просто тащится, да, к сожалению. Вот мы для того и делаем эту нашу передачу позицию. Обратим внимание, вот часто меня обвиняют. Вот, Виктор Иванович, на других телеканалах, других программах осуждают, выявляют. Я говорю, ребята, я всю жизнь был учителем. Вот, все, чем я когда не занимался, будь то, там, профессор, там, университетский, будь то, там, работал послом и так далее. Вот, я чувствовал в себе всегда призвание разобраться в чем-то и учить. Вот, отец у меня был в большом смысле учителем. И я по его, как бы, стезе. И я всегда считал, что самое главное – это просвещение людей. Потому что потом люди просыпаются, начинают кричать Михаил Федорович Иуда. Когда вы три раза, я в сто раз это напоминаю, что в три раза вы за него голосовали, за его примешение. И полотенца вязали, и руки целовали, и плакали, и на руках носили. Хотите видеть виноватого? Вот как меня, батя, иди в зеркало, посмотри, вещь виновата. Поэтому я считаю, что вот эта передача, я тебе очень благодарен, что ты участвуешь, и мы все время пытаемся просветить людей. Люди, будьте бдительны, будьте умными, понимайте, не слушайте всю эту лабуту и чушь, которую вам втирают, а старайтесь факты сопоставлять, делать выводы, понимать интересы, что чем движет. За это тебе огромное спасибо. И тогда я в продолжение хочу задать тебе такой вопрос, Валерий. Вот я не случайно упомянул, значит, инцидент в Азовском море, значит, вернее, буря в стакане, которую наши соседи попробовали. И, видимо, эта буря была и нужна, и они тут угадали. Я не думаю, что демократы американские, которые прочно установились на Украине, что они не дали отмашку, вряд ли сам был Порошенко, без их добра решился. Видно, им это было нужно, в том числе и для того, чтобы Трампа поставить вот в такую ситуацию. Ты знаешь, мне сложно говорить, потому что я не могу похвастаться. Мне кажется, ребята, которые бегают все время в это посольство, наверняка без указанок. Я не могу похвастаться тем, что я... А ты знаешь, что в Госдепартаменте пока 80% людей не Трампа, а Обама, демократов и так далее. Всякий президент США, который приходит к власти, первый год-полтора-два, он занимается вычисткой людей. Чисткой конюшен. Чисткой конюшен. Чисткой людей, как бы приводом своих людей. Это во всех властвиях. Это и в России, и в любой стране. Это всегда во все времена. Это всегда бывает. Потому что человек приходит, и он начинает себя окружать людьми, которыми он может работать. То есть он создает команду. А команда создается, конечно, с большим сопротивлением, потому что те не хотят уходить. И с трудом. И с трудом, и так далее. В американской системе это тоже присутствует. Поэтому там, конечно, есть же какие-то свои противоречия. Я не могу похвастаться, что я большой специалист по украинской политике. Но, честно говоря, у меня вызывают вопросы. Потом, когда я смотрел ради интереса, я включил пятый канал. Украинский смотрел прямую трансляцию из Рады. Я видел вот этого противостояния в Раде. Причем это сами украинцы. Нет, я говорю, что... Почему ценно противостояние в Раде? Потому что, когда мы следим за противостоянием в Раде, никто не может нас обвинить, что это мы фантазеры. Виктор, я слушаю украинских политиков, которые лучше меня разбираются в этой политической ситуации. Там были разные мнения. Одни говорили, что если господин Порошенко пошел не на два месяца, а скостил на месяц, если не по всей стране, а только в этих областях, значит, там какие-то были серьезные доводы. Со стороны его оппозиции и наверняка со стороны тех, кто... Давай не будем скрывать, что все-таки американцы имеют огромнейшее влияние... О чем мы только что и говорили. ...на киевскую власть. Это можно заметить по их визитам. О том, даже когда Байден приезжает, его сажают во главе стола в правительство и так далее. То есть ясно, что там очень серьезно относятся к американцам. То есть они считают, что они благодетели и так далее. И вот единственный, кто там как бы... Хотя говорят, что весь мир, но я сказал бы так, что ценят, конечно, больше всего американскую поддержку, потому что учитывая влияние и вес этой страны. Зачем это нужно было? Ну да, я могу согласиться с теми украинскими политиками, которые в Раде, во время обсуждения, задавали такие логичные вопросы. Первый вопрос был, а почему это не было сделано тогда, когда гибли тысячи людей под Волновах, и в Дебальцево, и в Лавайском, и так далее, и так далее. И когда тоже украинские политики говорили о вторжении российских войск, целых дивизий российских на украинскую территорию, в войне, значит, применении массового оружия и так далее, и так далее. Ну, в конце концов, да, и надо было логически объявлять военное положение. На мою территорию вторгся враг крупными силами, разбил мои войска, да, у меня тысячи погибших, а счет на погибших уже идет не на тысячи, а на десятки тысяч. Вот, и почему не вводится военное положение? Почему сейчас из-за какой-то такой, ну, как бы, ну, скажем, странной истории? Почему? Потому что очень сложно... Причем она явно постановочная, эта история. Понимаешь, Виктор, я бывший моряк. И меня никто не убедит, что в любой в мире пролив, пролив, где встречаются узко корабли, вот как на дороге, да, на дороге у нас существует правило дорожного движения. Я еду по правой, кто-то идет на встречу, по левой. Если я на Штефана Великого, на своей машине поеду по встречной, то, естественно, будут неприятности, так? Все проливы в мире проходят по правилам движения. То есть, сосудно, как Босфор, ты проходил, наверное. Да, да, да. То есть, все суда проходят по определенным правилам. И этими правилами управляет капитания порта, который находится в ближайшем порта. Она дает или лоцмана, или твое место в этой очереди, и время, когда ты пойдешь. Есть порядок. Да, есть порядок. То есть, нельзя. Почему этот порядок нужен? Потому что все, кто имеет, хоть немножко-немножко понимает судовождение, судно-то не автомобиль. У него тормозной путь изжаляется милями. Вспомни катастрофу Титаника, когда они увидели айсберг, а затормозить не успели и отвернуть не успели. Почему? Потому что судно в десятки тысяч тонн нанесется и так далее. То есть, это прямая опасность. А там узкий пролет моста, через который люди по очереди проходят туда и сюда. То есть, не встречается под этим пролетом, потому что может понести, может быть столкновение, удар об опору, а сверху едут машины, потом едут поезда. Это не шутки. Такие катастрофы бывали в мире. Адмирал Нахимов, вспомни, и другие вещи бывали, и бывали и с Титаниками, и с другими кораблями. Это не шутки. И паромы переворачиваются на Филиппинах, и в других странах. Поэтому с этим никто не шутит. И естественно, если шла речь о доброй воле и о судовождении, то должны были договориться, запросить, получить это место в ордере. И спокойно пройти. Тем не менее, что до этого проходили. Зачем надо было устраивать то, что я видел своими глазами? Постановочку. Нет, зачем надо было устраивать эти гонки с пограничниками? И постановочкой. Да, да. Гонки вот так, кругами. В том месте, где стоят куча судов и ждет своей очереди. И, понимаешь, многотонные машины едут. И вдруг между ними начинают ездить какие-то мелкие машины, рискуя спровоцировать столкновение. Я этого лично не понимаю. Зачем? Кому это нужно было? Можно было спокойно решить вопрос. Значит, постановка. Если, допустим, они подошли, их не пропускают, они должны были заявить, вот мы стоим перед Керченским проливом, хотим пройти. Русские в нарушение, а русские обязаны их пропустить. Обязаны по мужскому праву. Но согласно очереди. И они не отказывались. То есть они должны были сказать, вот посмотрите мир, что делают русские. Они нас не пускают через Керченский пролив. Мы стоим в нейтральных водах, запросили добро. Они нас не пускают. Они узурпировали власть на этот пролив незаконно и так далее, и так далее. Нажаловаться в миру. И мир должен был спросить россиян, слушайте, подождите, вам нравится проходить Бросфор или там Малакский пролив или так далее? Пожалуйста, сам. Я думаю, что вопрос был бы решен. Даже если предполучить, что у россиян были злые намерения. Я думаю, что это все-таки, я лично, когда послушал эту полемику в Раде, мне больше как бы, ну как бы, больше понятна точка зрения оппозиции, которая говорит, что в принципе, зачем это сделано было, кому-то выгодно. Я думаю, что это скорее всего, ну мы знаем, что рейтинг нынешней власти на Украине, ну и как рейтинги нашей власти, ну как сказать... Оставляет желать лучшего. Оставляет желать лучшего. Есть проблемы. Есть проблемы. Эти 8 лет и на Украине у нас прошли не лучшим образом. У нас, слава богу, хоть не было войны. Хоть за это я благодарен нашим молдавским политикам. Но то, что было сделано, да, так сказать, я имею в виду... За что нас критикует весь мир, кстати, да? Не я критикую, и не ты критикуешь. И Евросоюз, и США, все тоже говорят, слушайте, что вы там натворили? Когда будут дела с миллиардом, с коррупцией, с судами, с юстицией и так далее, и так далее. То же самое говорят и украинцы. То же самое. То же самое. То есть в двух государствах, которые прогласили путь на евроинтеграцию, на... Свободные рынки. Нет, нет, к сияющим высотам демократии и гуманизма, которым, как бы, всегда была эта вот фигура с факелом, да? У них дела идут не совсем хорошо. Это тоже подрывает, кстати, и престиж американцев. Они 10 лет назад и у нас. Здесь господин Байден говорил, что мы история успеха. И в Штатах, господин Байден... А как только подписали бумажечки, сразу... Да, и в Штатах, и в Киеве господин Байден тоже говорил, что все будет хорошо. А нет, видите, люди недовольны. И люди... И надо что-то делать для того, чтобы эти люди каким-то образом проголосовали. Вот мне есть тоже, как бы, несколько такие опасения. Вот, что я надеюсь, что наша власть не пойдет по такому пути обострения ситуации для того, чтобы сказать... Знаете, знаешь, как это самый такой... Самый легкий такой фокус на выборах. Какой там борщ, когда такие дела на кухне? Ну что, какое там голосование, родина или смерть, патриотизм и так далее. Мы видели очень много... Такая же история была в России. Ты помнишь, когда у Рейльцина был катастрофический рейтинг? Его окружение затеяло маленькую победоносную войну в Чечне. И там убивали кучу гражданского населения, бедных несчастных солдат. Натворили делов. Что потом из этого пришлось выкарабкиваться, да и дай бог. И никто тогда не хотел, когда говорили в Кремле. У меня и знакомые ребята говорили, что ребята, почитайте Толстого, Хаджи Мурата. И вы поймете, что на Кавказе так нельзя делать. Что вы наделали, да? Но если ты помнишь, мир рукоплескал. Говорил Ельцин. Борется с терроризмом. Какой там был терроризм, черт возьми? А с другой стороны поддерживали. И ту сторону кричали освободительное движение. Абсолютно, да. Наплодили фальшивыми долларами. Проезжали западные эмиссары. Мы знаем, кто-то финансировал. Эмираты. Где сидят сейчас эти ребята, которые оттуда сбежали. Которые там головы резали и так далее. Где они сегодня отсиживаются, в каких странах. Но не в тюрьмах отсиживаются. Да, да. Отсиживаются в странах, под крышей. В хороших местечках. Спецслужбой, да. И многие сейчас воюют и в Сирии, и в Ираке, и в Ливии. И везде, где угодно. Поэтому, кто их финансирует, кто их прикрывает. Мы тоже прекрасно это знаем. Я не говорю, что везде все так чисто, хорошо. У каждой страны есть свои интересы. Каждая страна использует иногда и грязные методы. Но, увы, понимаешь, что может быть остальным странам, о которых мы говорим априори, они там плохие. Но это не положено делать той стране, которая себя выставляет святее Папу Римского, да. Говорит, что, знаете, как жена Цезаря вне подозрения, да. Вот, должна быть. А тут мы видим, что грязные дела, великие дела, якобы, да, которые освящаются, делаются грязными методами. И вот теперь, я не зря несколько раз упомянул слово, и там в разных словосочетаниях, постановка. Значит, что такое постановка? Постановка – это нечто, что делается для того, чтобы создать впечатление, нужное впечатление. Потому что реальная жизнь, она не постановочная. В реальной жизни какие-то движения… Все идет не так. …логичные, где-то нелогичные, но, по крайней мере, там… Что отличает постановку? Извини, как говорил Великий Черчилль, в реальной жизни есть слишком много «если». Вот если не так, то и начинается совсем не все по плану. Как военные говорят, гладко было на бумаге. Чем вот это слово «постановка», постановочное, какую оно нагрузку несет, оно колоссальную несет. И если кто-то начинает что-то инсценировать, это жди беды. Гляйвицы, начало Второй мировой войны, как все помнят. Дальше Вьетнамская, как начиналась, тоже постановочная. Провокация в Танкинском заливе, да. И так далее. И сейчас все признают, что никакой атаки не было. А белые каски в Сирии, сколько постановочек мы уже видели. Ну, давай вспомним, давайте вспомним Колина Паула с пробиркой в ООН, да. Где мука была, или не понятно что. Да, да, да. И он потом сам же и признался, мне стыдно за это, сказал сам Колин Паула. Видно, порядочный. Ну, так не нашли же, не нашли ни ядерного вооружения, ни химического. И что интересно, везде, где начинает присутствовать постановка, постановочность, это означает, что жди беды. И люди внимательно вас начинают дурить, вас начинают провоцировать. Конечно. Ну, да, это было и есть, я думаю. Я думаю, что даже и мы тоже прошли через это, когда Приднестровский конфликт, фактически, если мне кто-то сказал бы в 86-м году, или в 87-м году, или в 87-м году, что люди с двух берегов Днестра, которые породнились, которые жили в одной стране. Да и где братья, один брат с одного берега, другой с другого? Будут друг друга стрелять. Это же надо, что надо было придумать. Какую постановку? Какую постановку, да. Сделать, чтобы придумать. И кому это было, да, выгодно. Давай скажем, да. И кому сегодня не выгодно нерешение Приднестровской проблемы и объединения страны? Скажем так, кто заинтересован в том, чтобы эта страна больше не жила, а закончила свое существование. Потому что если эта страна объединится с Приднестровьем, а у нее будет будущее, а так у нее будущего не будет. И у Приднестровья не будет. И у Приднестровья не будет. Ни у кого не будет будущего. Поэтому возникает сразу следующий вопрос. Почему я всегда был против того, когда говорят, «Ай, Молдова, отсталая, там типа темная». Ничего подобного. Глупости. Я пришел к такому странному выводу, что у Молдовы есть такой закон. Это общая теория систем. Система большая, там процессы идут замедленно. Большие массы, движения эти все. А в маленькой стране все процессы идут ускоренно. И поэтому Молдова в каком-то смысле является некой, ну, как лаборатория, по которой видно... Вспомни, когда у нас возник конфликт Приднестровский. И смотри, вот на Украине. Все идет с сильным замедлением. Вспомним наш Майдан 2009 года и потом Украина. Ну, наш Майдан, это была такая, знаешь... Не, не, Майданчик. Скажем, маленькая куматерия против того, что было на Украине. Но тем не менее, разъяренная толпа, появление каких-то странных, поразительных товарищей, которые вертелись там среди этой толпы, каких-то символов, флагов, технологий. Знаешь, я могу сражаться на президента Воронина. Я могу общаться с бывшими там работниками СИБа. Вот на днях один из них представил свою книгу. Я был на презентации, там все собрались, такие бывшие, такие волки, которые сидели. Кое-чего видали, понимали. Кое-чего видали, я с ними общаюсь, так далее, мне что-то рассказывать, так далее. Но, скажем так, один из тех людей, который обладал полной информацией, потому что у нас случилось 7 апреля, это, конечно же, президент, бывший президент Владимир Воронин. К нему стекала вся информация. Я там ВД, от прокуратуры, от СИБ, от всего. И то, что он сегодня заявляет о том, что это было внешне, как сказать, внешне организовано, и кем организовано, и называет фамилии даже тех людей, которые потом у нас работали, и потом поехали в Азербайджан, и их через Азербайджан, Чебугана через два месяца вышвырнул Алиев, да, потому что Алиев таких вещей не керпит. Да он хозяин в собственной стране, понимаешь. Ему не будут указывать какие-то там, извините меня, что ему делать и как мы. Это у нас, понимаете, прежде чем человека, который там поджег парламент арестовать, будут звонить и спрашивать разрешение. А можно нам его арестовать, понимаете. Я вообще и в Воронину тоже удивляюсь. Люди организовали, честно говоря, да, вот Лукашенко, я думаю, что если пришло бы это у Лукашенко, ему сажали бы парламент. Как у него была попытка, помнишь, попытка была? Было, но закончилось очень быстро. И он быстро это прекратил. В течение там каких-то пару часов все были усажены в автобус, оформили протоколы, никто никого не бил. Всех были оформлены протоколы, штрафы за попытку поджечь здание правительства. Нормально все, и все. И постановка закончилась. И постановка закончилась. Для этого нужно иметь хорошую четкую юридическую систему, да. Скажите, ребята, все можно, но нельзя бить, нельзя сжечь, нельзя убивать, нельзя затевать войну. Вот это нельзя. Зачем мне нужно государство? Чтобы у меня налоги брало? Я содержал весь этот аппарат. Прежде всего, безопасность. Да, безопасность, которая у меня должна защищать. Не допустить войны, не допустить переворотов, катаклизм и так далее. Вот за это я готов государству платить. А за то, что одно государство будет, из-за меня целая куча чиновников будет кататься по всему миру и рассказывать мне, как хорошо живется там. Да, а у меня есть вопрос, а почему плохо живется у меня? Вот не отвечает, понимаешь? Вот смотри, у нас депутаты некоторые по миллионам лей накатывают за пару лет в эти командировки. Кто-то их спросил, а ради чего? Ребят, что вы делаете? Ради чего это? Почему? Они приезжают и говорят, ну вот мы были там, и там хорошо, и там хорошо. С какими предложениями вы приехали? К сожалению, да. Вот у нас столько конституций, столько законов написано, и мы никак не можем не определиться, какие у нас законы должны быть, какая конституция. А между прочим, уже 30-й год независимости уже скоро. 28 лет независимости уже прошло. 29-й, и скоро будет 30-й. Это уже целое поколение сменилось. А мы все спорим, какой у нас язык. Будем или не будем, как государство и так далее. Представляешь, что мне бывает обидно, потому что, когда я рассказываю… Честно говоря, эти споры… Мне бывает обидно… Тягостно просто. Мне тягостно это объяснять. Знаешь, вот мы к этому как-то все привыкли. Знаешь, а это наши тут споры. Бредятельно. А когда приезжают чужие люди, вот они вот сидя за столом… Они спрашивают. Когда начинают спрашивать, да, потом они начинают удивляться. Как? Это как? Это что? Им очень трудно это объяснить, понимаешь? Очень трудно объяснить, почему мы на 28-м году независимости не можем предъявиться, кто мы, что мы, куда мы идем, и что мы собираемся делать. И мы хотим, чтобы при этом, чтобы мир нас понял. А как нас понял, если мы сами друг друга не поняли, понимаете? Вот что. Если мы сами враньем с утра до вечера… Ну да, если мы сами друг друга не любим, так чужие нас должны любить другие, в конце концов. Для того, чтобы тебя любили, надо себя уважать и представить миру четкую программу. Что ты хочешь, кто ты, зачем ты прошел, и какие твои интересы. Вот такой интерес у великих держав, которые они определились. Знаешь, многие сейчас будут удивляться. А как так? Вот противно… А вот так. Да ничего, у них интересы другие. И никто не обязан следовать чьим-то интересам. Это логично. Да. И теперь уже к концу подходит передача. Вернемся к одному из самых значимых, на мой взгляд, все-таки вопросов нашего существования. Значит, всю жизнь река была государствообразующим географическим понятием. Река – это то, что объединяло людей с обоих берегов. Это всегда… Да ты как историк лучше меня знаешь, люди селились возле рек. Почему? Это пути сообщения. Да, пути сообщения. Это месте по обеим берегам. Вот. А у нас как-то попытались, я считаю, что это искусственно, понятно, кому это было бы выгодно, и каким группировкам. У нас Днестр превратили в государство разъединяющее… В реку Раздора. В реку Раздора. И получилось, что братья из одного берега и другого… У которых нет никаких противоречий. Даже в вере нету отличий. И там православные типы… И там плохо говорят по-болгански и румынски, и здесь плохо говорят… И там плохо говорят по-русски, и здесь плохо говорят… И там бедолаги и здесь, и там воры, и тут воры, и там… И там исход населения, и здесь исход населения. И когда вот смотришь на вот это положение, создается впечатление, что каким-то ребятам, не только из Запада, Востока, из каких-то центров силы, но каким-то ребятам и у нас, и на левом, и на правом берегу, это нужно. Очевидно, какие-то схемы, какие-то композиции, какие-то тракты и так далее. Что можешь сказать вас с твоим опытом общения с Приднестровцами? Виктор, ну просто в себе, у нас с Приднестровцами… Что стоит за этим разъединением? Реально. Я думаю, что элита Приднестровья на сегодня в большей мере… Там же сформировалась своя элита за эти 28 лет, да. Она больше всего боится, чтобы с ней не поступили, как и во многом у нас поступает. У нас, когда меняется же власть, начинается… Бизнес отбирать начинает, отжимать, да. Естественно, они заинтересованы в том, чтобы у них были какие-то гарантии, что у них там никто ничего вот таким образом не заберет. Они не глупые люди, они великолепно понимают, что после изменившейся ситуации на Украине, они великолепно понимают, что единственный путь решения Приднестровской проблемы, это, конечно… И я в этом убежден все эти годы, за что меня многие не очень любят в Приднестровье. Но я им говорю, ребята, мы все равно будем когда-нибудь вместе, если будет существовать Молдавское государство, и Приднестровье будет существовать. В противном случае, мы… Мы гаранты, что будет существовать Приднестровье. А вы… А да, да. Мы гаранты, что будет существовать Приднестровье. Но они в какой-то степени гаранты, что мы… А они гаранты, что Молдавское государство… То есть мы нужны друг другу. Пример Гагаузии. Худо-бедно, оказывается, можно жить вместе и уважать друг друга. Пример великого Махатмы Ганди, который когда к нему пришел британский лорд и губернатор, который устал по ним стрелять из пушек. А тот просто вышел такой полуголый, потянул ему руку и сказал, здравствуйте, у нас есть противоречия и проблемы, но это то, что нас объединяет. Ну что, на этом прекрасном слове это то, что нас объединяет. Мы заканчиваем нашу передачу. В какой-то степени это была итоговая передача. В следующем году мы обязательно встретимся снова. Но мне кажется, что как эта картина все-таки прояснилась. И спасибо агентству Bloomberg, которое спустя где-то полтора-два года поняло, что происходит в мире. И очень хорошо, что ты вспомнил о его заявлении. Я думаю, что они давным-давно это поняли. Просто, видно, команда была озвучить это сейчас. Квакать. Озвучить команда была сейчас. Огромное спасибо. Спасибо. Спасибо за приглашение. Огромное спасибо, дорогие соотечественники. У нас в гостях был Валерий Демидецкий. В этом году это у нас с ним была такая итоговая передача, где мы попытались разобраться с тем, что же произошло в этом году. Какие события были знаковыми. И самое главное, что мы пришли к такому выводу, что пока рядовой простой избиратель, простой человек не начнет четко осознавать, в каком он мире живет, в какой стране он живет, в каких обстоятельствах рождаются его проблемы и каким образом их можно решить. Вот это задача просвещения, задача уяснения. И обычная ситуация такая, что тот, кто претендует на звание быть учителем, должен сам учиться у людей. На это за всем кланяюсь. Желаем вам с Валерием Демидецким всего хорошего. Следующая передача у нас будет по расписанию. Но то, что касалось вот этих проблем 2018 года и в чем был переломным этот год, мне кажется, что мы разобрались. Перелом заключается в том, что пора переходить к новому сознанию, к новому пониманию событий. И, конечно, к новому действию. Действию, которое зависит от нас, от всех. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова